Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Исаии. На очереди у нас 51 глава. 51 глава и большая часть 52 главы составляют собой единый как бы пассаж, объединенный общей темой. Это тема реставрация Сиона, так можно обозначить эту тему. Освобождение Иерусалима, можно сказать, провозглашение спасения. Почти до конца 52 главы будет эта тема. Мы читаем 51 сегодня. Начинается глава с призыва пророка к своим соплеменникам, находящимся, как мы помним, в Вавилонском плену, но которые вот-вот из этого плена выйдут и вернутся в свою землю. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». Стремиться к правде, искать Господа – это одно из условий спасения, одно из условий божественного благословения. «Ищите меня, когда я близко», – говорит Господь. «В защите», как часто звучит этот призыв, вот и здесь пророк обращается с этим призывом – «взыскать Господа и стремиться к правде». Правда, правосудие, цдока, справедливость – так можно еще перевести этот термин. «Цдока». «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Ну, с рвом все понятно, во рвах содержались узники, ну и вообще ров – это еще и место умерших, плен, вавилонский плен был словно могила для евреев. И вот Господь их из этого глубокого рва извлекает на свободу. Это как бы второе воскрешение народа. Первое воскрешение народа было, когда израильтяне вышли из Египта. Второе воскрешение – вот из этого глубокого рва вавилонского Господь их извлекает, и воскрешается народ Богом. А скала – тоже частая тема в Писании. Мы вспомним, как из скалы Жезлом Моисеевым была иссечена вода, потоки воды, ну и целый ряд других мест, где говорится о скале. Часто Господь называется скалой-прибежище, крепкой и надежной защитой. Для обозначения этой защиты используется метафора скалы, скального утеса. Здесь же говорится о том, что евреи иссечены из скалы. Вот высечь из скалы очень трудно, тяжелый труд, что-то вообще сделает со скалой тяжело. И здесь сравнивается вот это усилие, которое применяется для извлечения евреев из вавилонского плена, сравнивается, как если бы кто пытался что-то иссечь, извлечь из скалы. По всей видимости, такой смысл здесь, судя по контексту. Второй стих. «Посмотрите на Аврагама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас». Аврагам и Сарра – это прародители израильского народа, но не только израильского, целого ряда других народов, как мы знаем из повествования книги «Бытия». Здесь в пример ставится Авраам. Потомки Авраама и потомки Сары наследовали землю. Они получили благословение Божие, обетование. И это обетование, это благословение включало в себя не только то, что они расплодятся и размножатся, словно песок на берегу моря или словно звезды небесные, но и то, что они, потомки Авраама и Сары, наследуют землю, обещанную, обетованную Богом землю, как многократно, а именно 16 раз сказано, в Священном Писании используется выражение «текущую молоком и медом» – «зэвет халавуд ваш». Здесь этого выражения нет, но и слова «земля» в этом стихе нет, но получают землю в качестве благословения вновь потомки Авраама и Сары, оставшийся остаток иудеев, находящихся в вавилонском плену, получат ее опять, земля будет им возвращена, как когда-то получили выходцы из египетского рабства, после долгих странствований по пустыне, получили себе в наследие, в удел землю Господню, святую землю. И это было исполнением обещаний, которые Бог дал Аврааму. Так и теперь потомки Авраама более дальние уже от него. Потомки тех людей, которые первый раз наследовали землю, они вновь унаследуют эту самую землю. Пленники вавилонские, они в числе потомков Авраама и Сары, поэтому над ними, на них это благословение почивает. «Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Когда-то Авраам был один на земле, богопочитатель. Кругом дымились кумирни, люди поклонялись истуканам. Сам отец Авраама, Терах, фара в синодальном переводе, был фабрикантом идолов, как говорит библейское предание. Правда, в Писании об этом не имеется сведения, не в Писании, но из предания еврейского мы знаем, что его отец был фабрикантом идолов, Авраам. Но вот Господь его призвал, он пошел за ним, услышал этот божественный призыв, лех-леха, пошел и получил великие божьи обетования, великие Господни благословения получил Авраам. И вот он когда-то был единственным призванным, один на всей земле, послушался Бога и пошел за ним. Единственный, можно сказать, был монотеист в ту пору, в ту эпоху, 38 веков назад, на земле, 39, может, веков назад, 40. Вот по-разному можно подсчитывать. Вот в ту пору, почти две тысячи лет тому назад, Авраам был единственным человеком, поклонявшимся истинному Богу. Единственным, можно сказать, монотеистом даже. Все остальные были политоистами. Сегодня, если мы посмотрим на религиозную карту мира, мы увидим, что, наверное, две трети населения Земли, а то и больше, являются монотеистами, поклоняются единому Богу. Политоистов не так уж и много, атеистов, наверное, еще меньше. А вот когда-то на всей земле единственным монотеистом был Авраам. Итак, продолжаем читать. Третий стих. «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины Его и сделает пустыни Его, как рай, и степь Его, как сад Господа. Радости и веселья будет в нем, словословие и песнопение. Сион, гора, Иерусалимская святая гора, Цион опустошена была, разрушена в результате Вавилонского нашествия. И вот теперь эти развалины, как здесь сказано, развалины Циона, они будут утешены. Утешение, конечно, не камни утешаются, а те, кто вновь возвращается к этим камням. И эти развалины будут отстроены. И сделается это запустение, словно рай цветущий, а степь, которая вокруг, сделается садом Господним. Радости, веселья, словословие и песнопение тех, кто вернется из Вавилонского плена и отстроит, Цион отстроит, Иерусалим и Дом Божий». Дальше, с 4 стиха, следующее пророчество, уже прямая речь Господа. Если первые три стиха прямая речь пророка, очевидно, то с 4 стиха прямая речь Господа. «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой постановлю во свет для народов». Множество народов. Универсализм второго раздела книги Исаии, да и первого тоже. Вообще Исаия – очень универсальный пророк, и он пророчествует и говорит о спасении не только Израиля, остатка евреев, но и о спасении всех народов. И Израиль называется светильником для народов, и сам Господь – свет, и закон его – свет, и суд его – это все свет для народов, то есть для всех народов земли. И вспомним вторую главу Исаии, где было сказано, что все народы придут как раз на Сион, потому что из Сиона выйдет закон – Мицион, Тора, Т.Ц. Для всех народов, и все народы научатся ходить путями Господними, и не будут более учиться воевать. Мир и благоденствие наступят. Этого не наступило, полного мира на земле не наступило, когда евреи вернулись в персидскую эпоху в VI до Рождества Христова веке, начали отстраивать Иерусалим и храм. Поэтому все пророчества подобного рода, подобного типа, они имеют и эсхатологическое, мессианское эсхатологическое измерение. Так же и с этим пророчеством, которое мы читаем сегодня. «Правда моя близка, спасение мое восходит, мышца моя будет судить народы». Первая половина пятого стиха. «Правда цдока». Вот здесь тоже говорится, что они возлюбили правду, выше мы читали, да? Вернее, звучит призыв к тем, кто стремится к правде. Первый стих. «Это правда Господня». «Это божественное правосудие, божественная справедливость, которую человек должен научиться исполнять». Господь, Он абсолютно справедлив, правосуден. Он не творит неправды. Все, что Он делает, это правда и справедливость. И поэтому восходит Его спасение. Мышца, зроа, вот это образ, обозначающий силу Господню. Из силы великой Господь извлек когда-то свой народ из египетского рабства, с великой силой, словно из скалы извлечет Господь свой народ из вавилонского плена. Мышца, зроа, вот в книге «Исход» также говорится «з яд хазака» – сильная рука, зроа нетуя – простертая мышца. Вот, и здесь тоже мышца – это слово «зроа». Точнее, это не мышца, а часть руки. Часть руки от плеча и ниже до локтя, или может быть даже до кисти. Вот это называется «зроа». На русский переводится, вот в синодальном переводе «мышца». Мышца – значит сила, поэтому, видимо, переводчики избрали это русское слово. Для обозначения термина «зроа». Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Все народы подчинятся божественной силе, божественной воле и будут надеяться на божественную помощь, уповать, надеяться будут. Самые далекие острова, то есть все самые дальние народы. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз». Поднять глаза к небесам и посмотреть на землю вниз. Ну, для этого надо подняться на какую-то, видимо, гору. Находясь на вершине горы, человек может взглянуть вверх на небеса и посмотреть вниз под гору. Вот здесь духовный взор, конечно же, должен иметься в виду. Этим духовным взором человек должен окинуть, окинуть все мироздание, небо, землю и посмотреть на них. «Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля вветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет». Суд Божий, Господь правосуден, правда его близка. Суд Божий свершится, и эскатологические темы здесь присутствуют, что будет новое небо, новая земля, потом эти темы будут развиваться в Новом Ужезавете. Ну и пророки о них часто говорят, не только Исаия, о новой земле, о новом небе, о том новом мировом владычестве, которое будет установлено по всей земле Господом, о том новом мире, который греки называли эоном, веком, иудеи называли Олам, или будущий грядущий мир, Олам-Аба. Вот обо всем этом говорит это светлое, радостное, великое пророчество, что народ Божий, те, кто уповают на правду Господню, как было сказано в первом стихе, стремятся к этой правде, ищут Господа. Народ Господень не потерпит урона в этих бедах, бедствиях, грядущих на вселенную. Они будут спасены, верующие. Мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Правда и спасение. Рука об руку идут. Спасение – это следствие божественной правды, божественной справедливости. И верные Господу, верующие, уповающие на Него, уповающие на Его мышцу, как здесь сказано, они будут спасены в тех бедствиях, которые грядут на вселенную. Послушайте меня, знающие правду, народу которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь. Эти слова на все времена. Не раз они будут повторяться пророками другими, и потом не раз повторит их Христос Спаситель. И мы должны, читая эти слова, слыша их, ободриться, не бояться, слушать Господа, познавать Его правду и хранить в сердце Его закон, Его заповеди, и исполнять их, как здесь сказано, у которого в сердце закон мой. И не бояться людей. Если мы боимся Бога, то никакие бедствия нам не страшны, никакие угрозы со стороны людей. Если мы боимся людей или обстоятельств нашей жизни, значит, в нас недостаточно страха Господня. Ират, Ират Шамаем, Ират Адонай, в нас недостаточно, тогда мы боимся каких-то обстоятельств или людей. А вот если сердце наше наполнено страхом Господним, благоговением перед Ним, страхом и трепетом, тогда мы не будем страшиться злословия людей. И вообще ничего не будем страшиться. Не бояться будем никого, кроме Бога одного. Ибо как одежду съест их моль всех этих людей. Моль шестяной одежды очень легко в шкафу съедает, если нафталину туда не положить. в карманы этой одежды. Вот эти люди тоже исцлеют, как от моли, от божественного правосудия, враги спасения. Они перестанут быть угрозой. И как волну съест их червь. Волна, это не волна, это волна. Волной называется овечья чистая шерсть. Овечья шерсть называется волна. Такой старый термин, старое слово. Враги будут изъедены словно молью, словно червями. Такие интересные метафоры здесь вот этой одежды. Они обвешают от всего этого. И не будут представлять из себя угрозы, превратятся, можно сказать, в труху. Вот. А вторая половина стиха восьмого. А правда моя прибудет вовек, и спасение мое в роды родов. То есть, вечно прибудет. Правда и спасение. Правда и спасение здесь часто повторяются в этой главе. И идут в паре. Где правда Божья, там спасение. Будем стремиться к правде, значит, будем спасены. Дальше, девятый стих. С девятого по одиннадцатый стих. Следующее пророчество, в котором Господь, в котором пророк призывает Господа. Если вот выше был, Господь призывал свой народ, то здесь пророк призывает Господа. К чему же пророк призывает своего Господа? Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние и в роды и в роды давние. Не ты ли сразила рогава, поразила крокодила? Интересный стих, несколько загадочный. Попробуем в нем разобраться. Здесь опять упоминается мышца Господня, то есть сила Господня. Господь призывает, чтобы божественное правосудие проявилось через силу, чтобы Господь иссек из скалы свой народ, то есть вывел его из вавилонского рабства, извлек его из рва. Выше мы читали вот скала, ров. Этими образом обозначается место, в котором находится в Вавилоне, в этом словно в могиле пребывают израильтяне. И здесь пророк призывает силу Господню для спасения своего народа и для наказания врагов этого народа. Как в дни древние вроды давние, как в дни древние величайшая проявилась сила Господня, которая погубила врагов израильского народа, фараона со всем его войском, а израильский народ был спасен, извлечен этой божественной силой, этой божественной рукой, божественным могуществом. Так было в дни древние, в роды давние. Но не только об этом говорится, об этом будет еще подробнее говориться в 10 стихе «Не ты ли иссушила море?» Вот великая сила зроа Господня иссушила море. Это, скорее всего, вспоминается исход. А здесь говорится в конце 9 стиха «Не ты ли сразила рагава, поразила крокодила?» Кто этот самый рагав или это рагав? Рагав не путать с рагав блудницей, там на еврейском языке несколько по-другому. Вот рагав это мифологическое существо, такая вот персонификация, персонификация первобытного хаоса, который Господь победил. А победе над этими хтоническими монстрами, победе Господней, которая совершилась в начале времен, над этими хтоническими монстрами, которые обитают в этой самой бездне первобытной в этом хаосе, говорится, например, в 73-м псалме. В 73-м псалме 13-й и 14-й стихи мы читаем, обращается псалмопевец к Богу. «Ты расторг силою твою море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Левиатан, многократно упоминаемый не только в псалмах, но и у пророков, и в книге Иова, он могучий, он живет во глубине моря, также там живут в этой бездне, вместе с ним живут бегемот, не тот бегемот, который в зоопарке в московском, а беремот, такое слово, обозначающее тоже каких-то первозданных чудовищ, огромных, представляющих угрозу, также крокодил, здесь упомянут, танин, танин, так точнее, такое морское чудовище, морское, огромный змей, называется он танин, тоже иногда упоминается в танахе, вспоминается, вот, левиатан, танин, рогав, бегемот, встречаемся мы с этими существами в священном писании, эти существа это наполняют тот первобытный хаос, и в каком-то смысле наполняют мировой океан, нынешний, современный, стихия неподвластная человеку, первозданная стихия, но Господь ее обуздывает, он с левиафаном играется, словно с какой-то игрушкой, сотворил его, чтобы ругать ему, играть с ним, забавляться с ним, левиафан, у которого по описанию книги Иова хвост толще ливанского кедра, и он этим хвостом корабли морские переворачивает, поднимает на море бурю, вот, помним еще Даггадоль, рыбина огромная, которая проглотила Иону, ну и другие вводятся страшные чудовища во глубине в пучине морской, но здесь говорится, может быть, не столько о море, когда говорится о Танине, о Рагав в этом тексте, а говорится о той первозданной бездне, которая была в дни древние, в роды давние, и вот эту бездну Господь обуздал, Он ее покорил, и чудовища этих хтонических монстров, которые вводятся в этом хаосе, Он усмирил. Победа над хаосом повторится и на заре новой эры, о которой здесь пророчествует пророк. Новая эра, грядущая эскатологическая эпоха, где будет новое небо, новая земля, новое море, все будет новое, новый народ, все обновится, все преобразится и свершится по правде Божьей его силой. Вот эта сила, эта мышца Господня, не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные. Очевидно, здесь вспоминается исход. Первобытный хаос, Господь его победил и обуздал море, красное море, по которому прошли 14 глава книги исход, искупленные, как здесь сказано, выкупленные из рабства на свободу, потомки Авраама и Сарры вышли, вот они прошли, словно по дороге по этому морю, Господь рассек море. Вот две победы Божьих, победы над первобытным хаосом и рассечение Красного моря, Чермного, для того, чтобы прошли искупленные по дну этого моря, по суше. Это все вспоминает пророк для того, чтобы сказать, вот эти победы повторятся и извлечение, словно из рва из скалы израильского народа, его остатков из Вавилонского плена, это такая же победа Господа над злом, победа Господа над смертью, это новое воскресение народа, это его избавление, это его искупление. Геула. Господь Он Гоэль, Он Искупитель, не раз именно так называется Бог Израиля во второй части книги Исаии. Дальше читаем 11 стих и возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением и радость вечная над главою их, и они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Когда нет угнетателей, когда не слышен звук бича, погонщика, угоняющего в рабство, и когда руки человека освобождены от корзин, такое выражение есть в псалмах, когда человек свободен, он на своей земле, он поклоняется своему Богу в Доме Божьем, когда он вернулся на Сион по божественному обетованию, божественной силой, все это исполнилось, конечно, никакой не может быть печали, никаких не может быть вздохов, вечная радость, радость и веселье. Здесь говорится не только о втором храме, конечно, а и о том, о том новом мире, где, в котором будет обитать, правда, будет обитать сам Господь, шхена божественная, ее божественное присутствие, оно будет постоянно, и не только с израильтянами, но со всеми людьми. И вот как радовались израильтяне, вернувшиеся на Сион, так будут радоваться все спасенные люди в новом Божьем Царстве. Эту радость будет провозглашать в Новом Завете Иисус. Радость новой жизни, наступление нового Царства, нового мира, наступление избавления. Словно из темницы, из тюрьмы, и даже больше, словно из рва погибели, из гробов, из смерти люди извлекаются, и, конечно, это радость неизреченная этой радости. С этой радостью никакая другая радость сравниться не может. Радость спасения. Дальше продолжается прямая речь Господа, 12 стих. Да, вот если еще вспомнить 10 стих, где тегом, слово тегом, бездна, бездна, великая бездна, тегом, термин, то здесь иногда современные комментаторы сравнивают этот тегом Библии с Теамат, с богиней Теамат вавилонской космологии, которая тоже олицетворяет собой злую силу, противостоящую человеку и губящего его. Тегом, бездна. В первой главе книги Бытие говорится тоже о Тегом. Была бездна великая, и Дух Божий Мерехефет парил над этими водами мирового океана, этого хаоса, этой бездны. Итак, 12 стих. Господь говорит о себе. Я, я сам утешитель ваш, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава. Люди, как трава на земле, сегодня он светет, завтра подсекается, засыхает, и как трава ни к чему негодная выбрасывается, разве что на растопку годится. Вот так и человек, нечем гордиться человеку, скоротечно, жизнь человеческая, и люди, которые надмиваются, пытаются других людей угнетать, господствовать над ними, владычествовать, они, как трава на земле, не надо их бояться, верные Богу, боящиеся те, в чьих сердцах его закон, стремящиеся исполнять его правду, его заповеди, они не должны бояться людей. И Господь, даже в этих страданиях, которые порой посылаются, Он сам утешает свой народ, Он сам себя называет утешитель, менахем. Менахем – это утешитель. Господь здесь называется менахем – утешитель. «Кто ты, что боишься человека?» Сам Господь утешает. Вот, человека мы боимся и забываем Господа, 13 стих, «забываешь Господа Творца твоего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить». Но где ярость притеснителя? Ярость притеснителя своим орудием, Киром Вторым, корешем называется, она была обуздана. Притеснители – это вавилоняне, но Господь послал персов, которые вавилонян победили и сняли угнетение с Израиля. И не надо больше страшиться о ярости притеснителя. Где его ярость? Риторический вопрос, которым завершается 13 стих. «Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе». Яма, ров – опять тот же самый образ. В яме содержатся узники, яма – это, кроме того, еще и могила, ров погибели. Так вот, здесь предвозвещается, объявляется о том, что скоро наступит освобождение и пленный, то есть израильские пленники будут освобождены из вавилонского плена. Не будет вавилонян. персы отпустят восвояси. 15 стих. «Я, Господь, Бог твой, возмущающее море, так что волны его ревут, Господь савовов имя его». Может ли человек обуздать мировой океан, обуздать стихию? Он подвластен только Богу. Ни вавилонянам, ни персам, никому не подвластен мировой океан. А вот Господь, Он возмущает море. Он может создать цунами, который губит целые города с их населением. Это Господь. Море в его власти. И никакие чудовища, которые в этой бездне, ни Левиафан, ни Рааф, ни Танин, никто, ни Бегемот, ни Даггадуль, никакие чудовища не могут сопротивляться божественной власти и силе. Он их всех покорил, всех их смирил и над всеми ими властвует. Тем более, властвует над несчастными вавилонянами, которые люди, плоть, а не дух, как трава скоро будут посечены и засохнут. Дальше, шестнадцатый стих. Я вложу слова мои в уста твои и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону «Ты мой народ». Есть метанимия. Сионом обозначен остаток израильского народа, вернувшиеся к Сиону пленники. Там, в Иерусалиме, им будет объявлено, что они народ Божий. Когда-то прозвучали слова «Вы не мой народ». Пророк Осия сказал о северных десяти коленах. Господь сказал через пророка Осию. А здесь сказано «Мой народ». «Ты мой народ». Остаток спасенный — это Божий народ. Вернувшийся на Сион остаток услышит эти слова. «Восприни, восприни, восстань, Иерусалим». Вот здесь уже «Восстань, восстань» был девятый стих. Пророк обращался к Господу. Здесь обращение пророка звучит к Иерусалиму. Иерусалима души является и звучит призыв «Восприни, восприни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Дальше будет говориться в конце этой главы о том, что теперь из этой чаши ярости Господней испьют враги Израиля. Израиль наказан за свои грехи и преступления и теперь помилован и выпил чашу страданий, чашу ярости Господней до дна эту чашу опьянения. Некому было вести его из всех сыновей рожденных ими, некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия, кто пожалеет о тебе? Опустошение, истребление, голод и меч, кем я утешу тебя? Сам Господь утешитель, сам Господь Менахим своего народа. Сыновья твои из немогри лежат по углам всех улиц, как серно в тенетах исполненные гнева Господа, прещение Бога твоего. Вспоминается захват Сиона, захват Иерусалима Навуходоносором, вавилонским царем, опустошение этого города, истребление. Люди поумирали от голода, от ран, от меча вавилонского, и все улицы были заполнены трупами. Вот этот двадцатый стих по своему содержанию напоминает книгу Плача Иеремии, книгу Эйха, где как раз те же самые образы, те же самые используются вот выражения, что и здесь, в этом двадцатом стихе пятьдесят пятьдесят первой главы Исаии. Ну и целый ряд других текстов. Также можно провести параллель этих текстов с этим стихом Исаии, книги Исаии. И так выслушай те это страдалицы опьяневшие, но не от вина, от гнева ярости Господней. Теряет порой человек рассудок от страданий, от скорбей, которые на него обрушиваются, не от вина, а от горькой участи, которая его постигает. Порой вот плен был таковым, таковой горькой участью, которая постигла иудейский народ. И они страдали и были пьяны, но не от вина. Человек, который не может с собой совладать, падает, спотыкается, пророки спотыкаются, ложные видения получают судьи, князья. Часто звучит критика, когда в их адрес лжепророков или вообще высшего класса израильского общества тогда часто используется выражение, что они пьяны, но не от вина. Здесь несколько иное употребление этой метафоры в отношении всего израильского народа и здесь опьянение, образ опьянения носит скорее нейтральный характер, чем отрицательный. Выражается этим самым образом страдание израильского народа. А дальше собственно говоря утешение и эта чаша Господня, чаша гнева его до дна будет выпита уже не израильтянами, а их врагами, вавилонянами. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе поди ниц, чтобы нам пройти по тебе, и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих. Эта чаша угнетателем израильского народа теперь им предстоит испить ее до дна, выжать даже дрожжи из этой чаши, осушить полностью. Возмездие Господне они познают сполна. Постигнет врагов израильского народа, народа Божьего, отмщение Господь отмстит за их страдания, подвергнет этим самым страданиям их притеснителей. И те, которые угнетали, говорили по дениц, словно по улице ходили по хребтам порабощенных иудеев, они сами подвергнутся похожему наказанию. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...